Ахиллесовая питана, которую постараются наступить, ребята, из дерзкого, модного, стильного коллектива Крейзи под руководством Джонты. Что это будет, как будет выглядеть эта атака? Давайте смотреть прямо сейчас. Но первая перестрелка уже замечена. Моу на улице против практически всей команды Крейзи. Ну и вот они первые провалы. Хотя Моу справляется со своим. Там дальше как-то будет еще работать на Сенсея. Да, получается его ликвидировать. Пока 4 в 3 есть преимущество в одного у команды Саймон. Но команда Крейзи поставила уже бомбу на точку Б. Тут Сайка на самом деле может неплохо закрывать всю эту контору. Забирает в итоге одного Киоза. Против него Нилан. Очень красиво на самом деле ставит хедшот на отходе ближе к рампе. Дэмки. Закрывается пока что в темке. А как же его будет выкуривать команда Саймона? Еще там токсика ликвидировали. И Нилан в итоге закрывает еще и последнего. Ай-яй-яй-яй-яй. Были шансы? Заметь, давление, давление, еще раз давление на протяжении всего раунда. Вот я смотрю на игроков Крейзи, а за ними бегут. А за ними бегут, а вроде бы должно быть наоборот. Вроде как террористы у нас другие. Другая команда, вернее, играет за эту сторону. В аналитике ребята обсуждали очень много то, что Крейзи, пик команды Нюк, Саймон, Ахилесова, Пита. Но есть один момент. Это все-таки Моу, как минимум, который в один момент получит себе снайперскую винтовку. И как бы там ни играла команда Крейзи, то против этого снайпера может быть очень тяжело. Ну и знаешь, вот в случае с нашим регламентом выбирать карту Нюк как свою всегда очень сложно. То есть да, когда-то у тебя идеальная атака, и ты уверен в ней на 100%, это вариант, который подходит. Но если ты команда Крейзи и являешься аутсайдером в матче против Саймон Гейминг, то знаешь, все-таки отдать сторону контртеррористов, на которой стрелковые ребята, в первую очередь, которыми являет Саймон Гейминг, могут банально тебя перестрелять. Так и есть. И плюс вы еще не выигрываете пистолетный раунд, который крайне важен для того, чтобы хоть какой-то позитив сразу найти на карте. Ну а сейчас это отстрел. Вообще игра в тире для команды Саймон на улице. Остался последний Сергис, но ненадолго, мол, его снимает. И вообще безошибочно пока что идет Саймон. Забрали себе еще некоторые пистолеты не дефолтные или... Нет, все-таки не дошли они до них там. Да и Крейзи, видимо, ничего особо не покупали. Два минуса пока. Далай это пятерка. Покупает сейчас пять калашей. И я хочу поддержать Крейзи, чтобы у них все получилось сейчас за атаку, чтобы мы посмотрели красивый контр-страйк. И против Саймона, да, тяжело, но нужно стараться. Тем более, что ты первую карту проиграл. Нужно из себя просто вылезти полностью, отдать все. Итак, что же будет в первом раунде? Особо не торопятся Крейзи, это понятно. А вот агрессия со стороны Саймон Гейминг уже на всех парах. Поджим рампов, поджим будки. Вот так вот выгнали Крейзи со своей территории. Да, еще и Нилан тут не пропустит улицу. Если что, то все прикрыто на самом деле. Улицу могли бы пройти Крейзи, потому что имели информацию по поджиму. Всего, что только можно. А тут Нилан и самый лучший спрей бывает. Вот это да. Справляется, да. Там Моу с подобранным калашом тоже тут убивает Сергиса. Но пока, как это знаешь, вот некоторые у нас проигроки говорят, выгоняют с карты. Да. Нас выгнали с карты. Это именно так. В моменте, когда ты пытаешься проходить по улице, а тебя валит чел со скалы и параллельно расстреливает ангар, ты такой думаешь, блин, а как я здесь оказался? Это же перекрестный огонь, в который мы зашли или попали абсолютно по собственному желанию. Очень сложно после такого оклематься. Не получается в итоге и первый девайсный раунд, как и первая пистолетка на этой карте. Дэмкью будет взрывать скрип, это будет быстрый выход. Нет пока что молли кого-то команды Саймон. Так, тут абсолютно слепой спускается один из опорников Киос. Не смог никого забрать, но там Моу прошивает Дэмкью. И Норберт встречает еще и на выходе к будке. Токсика, 5 на 3. Где же бомба? У нас находится. Где-то гуляет вроде как, да, Сайка с ней. И он пока не может выйти на точку B. То есть был уклон на то, чтобы быстро ворваться через вентили, там поставить пакет. Но тут все закрыто. Нил, он уже спустился давно. Ну знаешь, опять-таки же, вот впечатления, которые составляет о себе команда Саймон Гейминг, они максимально какие-то приятные. Возможно, это опять-таки же, Абан. Возможно, Крейзи позволяют больше играть. Да, закрывается. Потому что в матче с Форзе, ну, было как-то... Вот у Форзе то ли они раскачивались и к третьей карте подошли и уже там вот вырвали эту победу, уверенно сделав это, да? Честно, я вот посмею сказать такую фразу, что такие Саймон против таких Форзе, которые играли сегодня в Крейзи, то Саймон бы закрыли бы вообще. Ну, такое ощущение. Хотя, с другой стороны, уровень мотивации у всех зашкаливает. И кто знает, это все-таки наш контрстракт. И там может происходить все, что угодно. Итак, 3 в 2 ситуация. Подобрали один девайс, достался он Сергезу, поставили бомбу и постараются все это дело удержать. Но опять-таки же, миссия не из простых. Коллективное массовое выбивание от команды Саймон Гейминг. Есть первый, есть второй минус. Отлично. Киос один против двоих. Ну, вот и раунд для команды Крейзи. Да, вместе сработали 2 на 3. Тут и вроде как короткий, длинный занимали Саймон. Ждали, пока придет еще один тиммейт из рампы. Ну, и дождались в итоге того, что сыграли первым номером Крейзи, смогли забрать себе этот раунд. Молодцы. Пока что без фрагов у нас остается Демки, Сенсей и Токсик. Но ведет свою команду связка Сергеса и Сайко. 8 минусов на двоих. Ну и Саймон здесь, может быть, даже они поставили паузу, чтобы как-то скорректировать свои движения, потому что такое нужно как-то вместе делать. Ну, кто знает, надеемся, что это не технического характера. АДР? Ноль. Ноль. Да, Сенсей, пока ты понимаешь, когда ты играешь против таких Саймон, ты можешь не видеть соперника. И, соответственно, если ты его не видишь, то ты по нему и не стреляешь. И, в общем-то, так и получается ноль АДР. Но у нас были разные ситуации. Я лично несколько лет назад на пролиге комментировал игру на Кубулстоуне, где Даня Зевс тоже там с 19 бегал в 10 раунде. Такое бывает, потому что тебя вырубают жестко, и ты стараешься делать все для своей команды, как ты играешь в очень сложных точках. Ну, скажем, не пошло. Если внедряться в стату, в цифры, ты знаешь, Юра, то действительно у нас на каждом турнире найдется какой-то антирекорд по АДРу. У какого-то игрока вот не пошло, да, его слишком жестко отключают, и он даже не успевает там какие-то гранаты даже выбросить, чтобы кого-то найти и нанести этот урон. Смотри, мне кажется, все-таки есть некая вот черта, за которую, ну, обязан выходить каждый игрок. То есть вот то, что случается, это факт. Реально это может произойти с каждым. Черный день, не та полоса какая-то, тебе перешел дорогу черный кот, ну, или ты прошелся под лестницей. Короче, вариантов более чем достаточно, что пошло не так, и почему ты сегодня не попадаешь, не убиваешь, и даже АДРы не выбиваешь нужного. Да, но обращаем внимание на максимальный АДР, да, 199. Такого, кстати, еще вроде как не было, но нам не показывали. Понятное дело, что в какой-то момент он может быть выше, но следующий раунд и там уже не считается. Мне кажется, наш график даже шокирован немного происходящим. Если Моу преуспеет еще больше, то придется залазить на худ команды Simon Gaming. Байраунд от обоих коллективов. Токсик отправляется на улицу. Откидка смоков была дефолтная от атаки, и под эти же дымы готовы работать дальше и Нилон, и Моус ОВП. Поджимаются они. Сайка на скале. Кстати, там была стрельба, так что он знает, что соперники играют активно на этой позиции. Норбард находит демки. Первый минус вновь от игрока защиты. И он был сделан, судя по всему, при врыве через будку. Хотя могу ошибаться в этом плане. А Сергис абсолютно слепой пытается выйти. Норбард его тоже не отпускает. Флешка была, кстати, от Сенсея. Ну и он же пытается выйти на размен. Погибает по одному. Сейчас действует команда Крейзи. У Сайка это, получается, сам сильно просел. По голове попали 10 хп. Ну, знаешь, вот эта парочка продолжает по-прежнему отрабатывать. Токсик наконец-то делает первый минус. Да, у него получилось. Сайка. Ну, возможно, успеет там зайти в спину. Удивить одного из опорников. Нилон в итоге на размене. Есть информация по Сайку. Неужели будет выходить на стрельбу? Ну, в принципе, игрок команды Саймон это может себе позволить. Но это не тот парень, который агрессирует чисто на стрельбу. Это Нилон. У него всегда розыгрыш и больше ум применяется, нежели механические действия. Сайка должен забрать бомбу. 30 секунд в распоряжении. Я так понимаю, он хочет выйти на будку. Но он много времени потратит в этом плане. То есть тут еще слезть надо как-то без звука. Здесь хп напоминаю у него. Нилон пока не спешит. Он понимает, что противник никуда не ушел с плента и уже топнул. Только что Сайка. И на самом деле он эту позицию разыграл не самым оптимальным образом. Как только что могла сыграть новую шутку моделька? Если бы фейк бомбы был. Это жесть. Он сначала начал стрелять пару патронов. Распереживался. Распереживался Сайка в такой ситуации один на один. Вот он не сыграл оптимально здесь. И на топал еще потом. Понимал, что времени уже не так много. И была же вроде как информация по Нилону, но он решил ставить ближе к мейну слева. То есть возможно стелок закрыта как-то пытаться. Но он сам бы оказался в итоге закрыт за плентом. То есть у тебя тут патовая ситуация была. Так, что в этом раунде придумают ребята из Крейзи? Подошли к будке. Неужели это будет раскидочка? Да. И попытка врыва на верхний плент? Угу. Тут Киос и Норберт. Флешка. Одна-вторая залетает. В итоге разворачивается Киос. Но есть минус по Сергису. Токсик на размене. Есть АК-47. Попытка выхода дальше. Токсик падает. И дальше Сайка прошелся по Норберту. Размен равный. Три в три ситуация. МАК-10, Калаш и Галлил. Но при этом Кадоо находится на девятке. Нашивает сильно ДМК. 10 хп у него остается после данного врыва. Моу пока вообще там заморозился. Ой, там хаестка. Как и Моу, у него больно. Ай-яй-яй. И в итоге вышивает. Нет, все-таки Сенсея там выгнали на себя Кадоо. Но вроде как Моу не стрелял. То есть его там могут не ожидать в Крейзи. А уже есть информация после этого промаха. Нужно сыграть вдвоем. ДМК и Псайка. Ни в коем случае по одному не пикать соперника. Не пытаться как-то геройствовать. И оба они сейчас окажутся под ним. Это хорошая идея. Вдвоем под девяткой. Такое проверить крайне сложно. Да и поверить в такое вообще, наверное, невероятно. Ну вот они ошибочки от Саймон Гейминг. Вот знаешь, моментами заигрываются парни. А с учетом того, что денег в этом раунде у них не будет, это был провал. Да. Причем там денег настолько не будет, что приходится покупать с пистолетами, действовать в этом раунде. Потому что в любом случае у тебя там эко будет. И попытка перевернуть ход событий в этом моменте. Конкретно Моу на улице со Скаутом. Работает против вражеского смока. Очень часто команда Крейзи откидывает. Создает эффект присутствия на позиции. Сайка тем временем попускается выхода с будки. Но пока Крейзи никуда не спешат. Они понимают, что у соперника может быть форс. И возможно даже какое-то укрепление. Хм, попытка отыграть на дисциплину от команды Крейзи. Ну вот знаешь, наверное в этой ситуации есть четкое понимание, что это экономически. Парни, мы этого добились. Теперь главное не упустить этот шанс. Главное не проиграть раунд против пистолетов. Итак, четкий контроль от Сенсея. Забирает Норберта. Попытка агрессировать от игрока Саймон Гейминг. Закончилась провалом. Сергей забирает Келза. Ну вот тебе 3 в 5, выход на открытую базу, на верхнюю базу. Ну и собственно здесь уже ничего для Крейзи беды не предвещает. Это действительно так. Тут главное отработать дальше всем по позициям. Не пытаться идти на эти фраги. Давать лишние калаши команде Саймон. Даже один может сработать потом в итоге против вас. Там условному Норберту попадет калаш, например, потом на точку А вы не выходите. Скорее всего. Потому что этот парень может в одиночку остановить. Ну и сами Саймон тоже не пытаются активничать. Они понимают, что в принципе с этим набором можно выйти уже на следующий раунд. Это будет вторая попытка форса уже от них. Ну а Норберта и Киос ничего не будут покупать для того, чтобы уже в восьмом раунде закупилась вся команда хорошо. Только после взрыва попытается Кадо выйти, кого-то забрать. Опять же там могут его не услышать игроки команды. Успел. Крейзи, да, он забирает Сенсея. Ну это рабочая ситуация абсолютно. Тут я не думаю, что парень расстроился. Хотя с другой стороны 1-2 в 7 тут может посматривать. Знаешь, вот как у нас есть такая вот особенность у игроков, которые постоянно смотрят на свой счет и накручивают еще себя. Так, так, я на дне, надо тащить, надо забираться. Как бы это ни звучало, вот честно, но мы-то знаем, что действительно есть сложная проблема. Ну, по сути, Саша, скажите так, что ты же понимаешь, что на тебя оказывается огромное давление. Да, ты дома, но за тобой, тем не менее, наблюдает огромное количество людей. Возможно не в этом матче, возможно в другом. Возможно, когда аудитория будет немного побольше. Но с другой стороны, конкретно в этом случае мы можем ошибаться. Может быть там совсем не то. Весь в игре, вот команда, должны выигрывать раунды. Нет, смотри, мы не говорим конкретно про кого-то, но то, что такие случаи присутствуют, это факт. Это часть психологии, и все мы разные, все мы со своими заморочками. Каждый может как-то себя вот... Да, я думаю, что многие из наших зрителей сейчас узнали себя. Да, и здесь ничего нет постыдного, поверьте мне. Все хотят отыгрывать в плюс. Моу со скаутом, там были уже неплохие попадания. Минус Сайка пытается также выйти вместе с ним в сенсы. Это там вообще много игроков команды Крейзи. Работа от Киоза, Юспика против Красного Сергиса. И как же Моу тут просто взрывает, на самом деле. Сколько он внес дэмэджа. Да, и там еще и Дэмки Кю просто пытается как-то отойти. 29 хп у него. Выход, наверное, будет судорожный на Нилана, но тот должен справляться хотя бы с одним соперником. Ой-ой-ой! Иван, как же так? Ну есть размер, самое главное. Дэмки последний. Кстати, спину он может уже в этом тайминге не ожидать. Или... Вот тебе и тайминги. Вот тебе и тайминги. Моу выходит по стопам своего соперника. Успеет ли Дэмка свалить отсюда? Кстати, вот в пристройке его могут не ожидать. А нет. Ну там выход через девятку и минус бомба. В итоге, ты знаешь, действительно, немного теряются в клатчах ребята из Крейзи. Вот этот один на один против Нилана, когда оставался кто-то у нас с Айкой, если не ошибаюсь. И сейчас тоже. Да, сложная ситуация 1-2, но по сути поход в пристройку, он ничем не был оправдан. Ну на самом деле, знаешь, тот раунд посыпался в начале, когда решение было принято идти на рамку. И выход на Моу, да. Тут вы уже видите, что скаут, но не можете остановиться, потому что слишком хочется уже пройти дальше. Но не хватает Молотова в эту позицию, чтобы Моу выгнать оттуда, как минимум, чтобы он не манцевал за ящиком. Ну ничего, 3 раунда уже есть в атаке у команды Крейзи. В этом моменте тоже закупились. Ну, правда, Сенсея не хватило денег на автоматику. Будут играть с пистолетом. А Моу отвечает с АВП за улицу. Его не пройти в нынешних реалиях команды Крейзи. И Норбета. Будут они зажимать. Флажка просто худейшая. На самом деле полетела. Хотя могла слепить кого-то из тиммейтов, но они были готовы к этому. Справят Нила на АКО. Завместе забирают по одному. Демки отвечает. Ну и Нила наказался уже в скрипе. А там еще и бомба выпала. Да, все под контролем для Саймон Гейминг. Есть минус от Моу. Забрал Психа. Но вот... И полетел. Демка продолжает орудовать. Третий минус для него в этом раунде. Правда, на этом успехи Крейзи закончены. 6-3. Экономически их ожидает. Ну, да. Все-таки видно, что пока что еще команды разного уровня. И Крейзи есть над чем работать. Кстати, вот что, наверное, стоит отметить. Вот сейчас это тот самый случай психовой. Когда ты понимаешь, что вот тебя унижают, на тебя давят. И ты с этим давлением не справляешься. Я не говорю про унижения какие-то моральные. Я говорю про унижения конкретно в игре. То есть сейчас над тобой действительно доминируешь. Доминирую, да. Это уже идет красная линия через все карты. Еще начиная с Инферно, которую мы посмотрели полчаса назад. Но здесь все-таки Крейзи. Ну, не в данном раунде, а в целом-то цепляются за какие-то раунды. То есть еще парочку набрать в атаке. И потом хорошее начало в защите. И почему бы и нет там как-то на морали. Попробовать вернуться. Учитывая, что наши аналитики постоянно говорили о том, что есть проблема на карте Денюк. Если у тебя проблема на карте Денюк, то, скорее всего, ты мало берешь за атаку. То есть это логично, да. И для нас атака Саймон тоже будет интересна против такого коллектива, как Крейзи. Но еще круче будет, если сейчас атакующие ребята смогут еще парочку раундов забрать. Вот ты же понимаешь, в чем основная проблема. Крейзи забрали раунд, в котором Саймон Гейминг, ну, скажем так, перебрали с агрессией. Были чересчур настойчивы в попытке забрать этот раунд. Дальше был один экономический, который форс, а следующий они проиграли. В Сайко против снайпера сработал калаш. Там по стрелам отправляют уже в следующий раунд Моу. Ну и Норберт будет с афиком дальше работать на точке А. Или же какая-то агрессия, выпад в связке с Киозом, например. Тоже как вариант, пока что скрип не открывается, Киоз занимает пристройку. Ну а Норберт, нет, в итоге открыли они скрип. Этот все-таки будет дальше еще и под шифтом проходить Давид. Нилан, Молотов за красный, может даже выгнать на себя кого-то из-за какого атаки. Там, кстати, окопался у нас кто-то. И эти позиции могут быть ультимативные для команды Саймон. Да, забирает вот Киоз одного, но дальше размен Сенсей и Демки смогли пройти. Ноль, Кикадео будет поджиматься. Саймон здесь в не лучшем положении, но эти ребята могут такое тащить. Особенно если бы не прочекали, они Нилана Крейзи смогли это сделать. Бомба будет поставлена, и Сайко закрывает еще и спину. Здесь все отработано, но опять же, тут везли сами. Да, Саймон в попытках креативных решений того, как... Им хочется до плента, еще до захода противника закрыть. Здесь не получается. И Крейзи этим пользуется, тоже стоит отдать должное. Ну, вот по-хорошему включился на максималках демка. Вот знаешь, раунд за раундом парень навешивает огромное количество хедшотов, и это то, что позволяет оказывать сопротивление Саймон Гейминг. Ну, вот этот раунд, наверное, будет ключевым. Экономика на грани срыва. Есть снайперская винтовка в руках пола. Автоматическое оружие также подходит, ну, скажем так, к своему логическому завершению. Его закупка. Денег у Саймона не так уж и много, и проигрывать раунд ни в коем случае нельзя. Возможно, у нас вырисовывается дуэль Сайка и Киоза. Для них тут у нас на рампе. Это Кадо, простите. Нилан пока отвечает с Норбертом за скрип. Были некоторые активности в начале этого раунда. Выход на рампу в итоге только одного забирает опорник, и это недостаточное количество для того, чтобы довольным быть после этого отыгрыша. Норбер тем временем пропускает улицу. Ну, вернее, там Нилан пропускает под смоки, проходит туда Крейзи. И подобного раунда мы еще с тобой вроде как не видели. Да, сплитвыход, улица плюс рампы. Чем же все это дело закончится? Попытка поставить бомбу, прострел от Нилана. Ну, вроде бы близко, но все же Демко ставит бомбу. Еще и попытка ворваться. Так, закрывается дверь, но там уже она пробитая, так что рано или поздно туда еще полетят флешки от Нилана. Взрывает все-таки Демко. Неприятно. Дальше флешка отворачивает Токсика, но и того забирает Киос. Дальше готовить и на Сенсей, а тут красный. И очень стильно, да, тут все получилось. На самом деле сам прошелся вниз-вверх, вниз-вверх. В общем-то тут четкость, это второе имя Киоза. В данном раунде 8-4. Забирают они себе эту первую половину. И только в итоге одного када и забили. Тут Крейзи при выходе через рампу. Дальше вот не получается удержать бомбу. При этом зашли без проблем. Поставили вроде бы без проблем. Ну да, прострелом там бомбера дымажили. А вот удержать все это дело как? Когда на тебя просто несутся. Есть еще вот микро-моменты, которые хочется отметить. Вот, например, с дверью в коротком. Вот она уже прошита. В принципе, ее не нужно бежать и пытаться закрыть. Там игроку Атаки, который тоже очень много... А он не закрывал. Он закрыл. Он хотел зайти и свалить на перезарядку. Возможно. Но при этом он закрыл дверь. И понятное дело, что это уже ничего не решает. В общем-то, много где-то лишних движений. И Саймон это наказывает. Потому что одно движение, тут же информация. И работа по ней сейчас у защиты. Вот этот раунд ответит на многие вопросы, на самом деле. С точки зрения счета команды Крейзи. Потому что он проигрывается. А то это добрый путь для Саймона на счет 11-4. Да, именно так. Проиграв его, остаются без денег ребята из Крейзи. Но и для Саймон Гейминг ситуация не из простых. Опять-таки же, раунд вроде бы забрали 4 в 1, да? С разменом. Да. Точнее, 5 в 1. 5 в 1, да. Но при этом особо денег не насобирали. Итак, что там делают Крейзи? Очередная атака. Но от команды Саймон и получается выйти на первый минус. Такое ощущение, что при других обстоятельствах у нас первые фраги Крейзи не делали. Заметь, как вот они продолжают действовать агрессивно. Первого потеряли, второй сразу же идет по его стопам. Но при этом уже в очередной раз пропускается девятка. Там флешка полетела, которая может ослепить. Но это инфа для игроков защиты, которые все еще могут находиться или под девятью, или на точке. А Сергиса оттуда выгоняют Моликом. И ДМКК все еще, да, опасается поджима. Тут Нилан выбивает бомбу через мейн. Не, выходит в итоге еще и Токсик. Киос за работой. На девятке тоже будет экшен. Выход на девятку. И плюс будка. Нилан погибает. 1 на 2 для Моу. Эта снайперская винтовка вышла сейчас на Хевен. Но здесь уже сейв. Нет, не пустит его Сергис. Все четко отработано. Моу должен идти на сейв. Ну вот так. Опять-таки же мы видим одну и ту же картину. В попытках креативить Саймон Гейминг нарывается на того же самого ДМКу, который, ну вот, действительно, он хорош. Да, на него идут, но он убивает. Я думаю, что... И заставляет задуматься, парни, нет, 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 здесь закрыто. Я думаю, что Иван, Джон-то постоянно одно и то же тоже повторяет им. Они будут лезть. Ждите ноль. То есть постоянно дожидайтесь эту будку. Скрипт тоже открывают часто. В общем-то, здесь как мантра, наверное, то, что дождитесь, высушите. Заберите себе первые фраги, потом разыграйте большинство. Это получается. Итак, один из последних раундов первой половины Саймон Гейминг принимает решение купить одну снайперскую винтовку, парочку опасных пистолетов, ну и, собственно, оставить деньги на последний раунд. Традиционно АВП достается Моу, отправляется Моу на рампы и постарается там этот девайс реализовать. Что из этого выйдет, ну, пока непонятно. Крейзи двигаются по улице. И это проблема. Да, секрет уже подключается. Кстати, там была информация по будке. Норборд поджимается, кстати, с Зюсом. Возможно, даже у него будет убийство здесь с этого девайса. Но дело в том, что слишком близко находятся друг к другу команда Крейзи. Они вообще нацелены на то, чтобы выйти на точку Б. Так что здесь к Норборту никто не пойдет. Закрывается дверь, там Киос как-то пытается выжить. Еще и наносит массу урона Дэмкию. Нилан, работа там так же Моу. Снайперская винтовка работает против Сергиса. И Кадр не справляется с этим выходом Токсика. Открываются еще раз двери. Но атаки лучше, наверное, сюда не спеши. Там еще Нилан. Там бомбу потеряли. Там выбора нет. Понимаю, в спину где-то забрал. Да, Нилан дальше идет на Сайко. Тот был в позиции неплохой. В итоге ее реализовывают. И у Норборта ВП, у Моу ВП. И у вас 50 секунд, господа Крейзи, для того, чтобы разыграть. Потом бомбу поставить где бы это ни было. Так, а подожди, шансы появляются. Дэмка забрал Норберта. Один Моу против двоих. Четко понимает, где он находится. Ну и, знаешь, шансы-то появляются. Да, хорошая работа по гранатам. И смок, и флешка полетели по лучшим таймингам. Еще и молотов под Моу. И это уже точно сейв. Или дождется, будет идти дальше. Видимо, там еще была какая-то информация о том, что, да, биты соперники остались. 34-37% здоровья. Но все-таки это авик. Да, он никуда уже не пойдет. Особенно без дефузов и армора. Шестой раунд для Крейзи. И они уже вернулись в эту половину. За счет чего? За счет того, что воспрянули духом. И смогли перевернуть агрессивные эти выпады через ноль. Тут Саймон просто не могли остановиться. Мы с тобой говорили, что часто на Инферно. То, что у них дисциплина. Вот они не лезут. А здесь совсем другая история. Такое ощущение, что у них нет другого плана на игру, кроме как агрессивного в защите. Ну, тут и, скажем так, наказывают за любые ошибки гораздо жестче, чем на карте Инферно. То есть здесь нет даже моментов, в которых можно как-то ситуацию исправить. Все четко, хладнокровно. Но, опять-таки же, это честь и хвала для команды Крейзи. Ну, а последний смотрим раунд в этой половине. Что будет на руках у Саймон? Понятное дело, засейвленная снайперская винтовка Фамасы. И две Амки. Норберт и Нилан. И сыграют ли они агрессивно? Вот в чем вопрос в этой схеме. Потому что, если агрессивно, то только так, как вы это еще не делали. Кстати, Моу отправляется на рампу с Авиком. Нилан поджимается под смог на улице. Опасается выхода через скалу, но там еще Токсик. За пристройкой уже, кстати, нашел себя. Еще и убивает он Нилана, который был не готов к этой перестрелке, потому что постоянно смотрел наверх. 5-4. Вот он первый минус. И, опять же, при поджиме, при агрессивной игре. Заметь, туда выходят и стреляют при фаером. Потому что делают, по сути, одно и то же Саймон Гейминг. Ну, я так понимаю, что хотят обострить вообще всю эту ситуацию Саймон на Нюке. И тем же для нас интересно, на самом деле. Потому что начало было совсем уж не уютное для Крейзи. Но тут нужно седьмой тоже забирать. Дорабатывает до конца. Смоками закрывается улица. Можно выйти на Кадео. Тут не пропускает Токсика, зашедшего в Смок. Тому не везет очень часто. Не самые лучшие тайминги. 4-13 он отыграл уже эту сторону. Норберт в пристройке. Отмечает выход через скрип. Попадание в голову на Дэмки. Переспреивает его Киос. Дальше работа. Одного забирает Красного. Но тут же размена Цергиса. И Сэнсей с авиком снимает девятку. Последний Кадео. По нему была информация. Он убивал секретку. Вот тебе 8-7. Если, конечно, Кадео не совершит какое-то чудо. Один против троих. При стройке с Фомасом и Дефюс Китами. Ворвался сквозь Смок. Но Сергис тоже секунду его наказал. Вот так вот. Три подряд. Три подряд. И имеем абсолютно комфортный счет. Ты знаешь, вот можно было, конечно, катком продолжать идти по соперникам. Саймон Гейминг имеется в виду. Если бы у них прям все 5 игроков нереально выдавали матч на Нюке сейчас. То есть они все попадали бы четко в голову. И не давали вообще никакого шанса себя перестрелять. Вот тогда, да. Каток бы продолжался. Потому что есть уверенность у всех. Но у них совсем другая ситуация. Если мы посмотрели вот только что даже на табуляцию. Там были ребята, которые просели. Кадео не было. А на этой половине его часто перестреливали. Крейзи. Ну и сейчас атака у нас направляется на точку. Б, скорее всего, через секретку. Да, даже без гранат, чтобы закрыть себя. Да, и зачем. На самом деле там была одна флешка. Нилан. Напрягает. А будет спускаться в вентиле. Ну а за точку Б отвечает Сергис. Он должна... Поддержка здесь. Он сам не справится. Так, ну что, будет попытка поставить бомбу. И так, Сергис в перестрелке против практически всей команды Крейзи. А вот все та же демка. Все та же демка. Да, демка Мувика. И Мувика такого делает, что просто страшно. Последний Нилан, один против пятерых. Сотая команда. Крейзи. Да, ребята, это вот проблема для Саймона уже. Ну не то, что они начинаются на этом раунде. Они продолжаются. После того, как они потеряли все преимущество на этой карте, играя в защите, у них была экономика. Все было, чтобы закрывать соперника, если бы они играли скромнее. Или не так поджимали прям соперника. Вот тут, опять же, поджимы это что? Это то, что ты делаешь точечно. То есть не в каждом моменте, который ты считаешь для тебя удобной. Особенно на карте, которая не праймари, то есть не первостепенная для твоей команды. Обрати внимание на то, что демка, который в какой-то ситуации был с нулем фрагов, что там, по-моему, это было 0.3 или 0.4, возможно, даже 0.5, сейчас имеет стату и абсолютно заслуженно возглавил список бомбардиров команды Крейзи по карте Нюк. Это так. Уже есть первый минус. Фармики должны поработать. Их большинство у команды Крейзи. Размен от Нилана был. Ну и здесь у Норберта. Получается, тут Токсик, конечно, залетает неплохо. Он мог, на самом деле, отлететь, и ситуация 2-2 была бы играбельная для моего тиммейта. Еще один прыжок от Дэн Кюкю. Что он творит? Да, конечно, это круто, что попадает, но могли бы, что один, что второй там отлететь. Ну ладно, пока что и удача, и их стрельба на стороне. 9-8, Крейзи выходит вперед. Будет байв от команды Саймона, и сейчас самый лучший момент, чтобы пресечь камбэк. Ну, вроде бы лучший, но при этом посмотрите, что делают Крейзи. Они не оставляют фармганы, они закупаются под ноль, и, ну, знаешь, это тоже такой, какой-никакой, но все же это риск. Дэнка спускается на будку, пока выхода через скрип не было. Его взорвали, но тут же смоком закрыли. Норберт за эту позицию будет отвечать у Саймона. Да, попытка найти смок. Ну, там слышал, видимо, Норберт, соперника, выходящего в вентиле. Токсик находится на дефолте. Вообще такое ощущение, что Саймон сейчас будет раскидывать точку А. Там уже выгоняет с будки игрока. Не полностью, кстати. Дэнкью нашел для себя пиксель, чтобы сидеть, смотреть выход, и дальше может вернуться против скрипа. А Сайка в этом раунде нацелена на то, чтобы не дать спуститься в вентиле. Так, ну вот она, затяжная атака от Саймон Гейминг. По-моему, парни стараются сейчас взять себя в руки и постараются нам показать какую-то действительно хорошую атаку. Итак, выход контактный на рампы. Кстати, Сергис будет отходить тоже. Нет никакого смысла в соло пытаться бороться с противником на рампе. Сенсей под девяткой. Его вряд ли будет кто-то пикать. Учитывая, что снайперской винтовки у атаки нет. И да, позиции занимаются, но левый проход закрывается. Смоком Сенсей в итоге отключает кады, у которого игра откровенно не идет на карте Дэнюк. Нужно продолжать. Уходить Саймон уже не так уже много времени на таймере. Откидывается Молотов на темку. Ну, Сергис пока что не выгоняется, на самом деле. Должен хотя бы одного здесь забрать. Да, получается убить Моу. Второго тоже работает и закрывает Сайка. Там тоже Киозу не дал выйти. Последний Норберт. Это люркер, который должен был заходить в спину, но оказался не у дел. Как-то вот, знаешь, легко и очень элегантно делают этот раунд для себя. Крейзи. У нас совершенно поменялась ситуация на карте. И не только на карте. Красоты нашего острова. Это, в общем-то, то место, где мы будем проводить очень много времени. И уже сегодня с вами 13-14 часов. И, в общем-то, приятно находиться на этой трансляции. Спасибо, что пришли посмотреть. Это закрытая квалификация на турнир WePlay Clutch Island. RMR цикл. И каждая команда, конечно, будет рвать и метать, чтобы пройти дальше и заработать больше поинтов, потому что здесь больше разыгрывается, нежели на первом подобном чемпионате. Сенсей. Снайперская винтовка. Это уже дефолт, на самом деле. Будет отстреливать и дальше. Нашел свою позицию. Сайка не даст выйти на улицу и пройти пристройку оппоненту. А здесь все должно четко быть. Отыграно командой Крейзи. Главное, никого не терять. Но это не тот случай, когда у тебя есть преимущество, и ты лезешь на соперника. Они понимают, насколько важно выиграть эту игру. Ну что, придумают что-то, мол, и Кадео. Вдвоем против пятерых. Шансов, конечно, не особо много, но все же было бы неплохо хотя бы сделать парочку минусов. Но здесь как железные врата. Их просто не пройти. Надо как-то обхитрить. Пока Саймон нет. Причем не только в этом раунде. Понятное дело, что это пистолеты, но и в целом. Мы давно не отмечали от них успешных действий. И Моу покупает себе АВП в атаке. Это шестой раунд подряд, который забирают Крейзи. Да, такие есть. И нужно уже ломать. Кто бы мог подумать. Особенно если судить по первым десяти раундам, что Саймон будут в таких сложностях. И уже нужен от них камбэк. Киос подсаживает Моу. Работа с АВП по улице. Возможно, получится найти Сенсей. А тот, кстати, играет под Смок. И там уже три минуса от Сайка, который ворвается. Ну, не то чтобы в соло. Понятно, что Токсик помогал. Но он же со всеми справился. Команда Саймона разваливается в одночасье. Там три игрока. Оставляет Моу и Киоса два в пять. Знаешь, такое ощущение, что это Саймон В2. Версия улучшенная. Которые атакуют, при этом делают это гораздо круче. Врыв от одного психа. И тот в Соляново закрывает троих игроков. Норберт, Нилан, Кадео отправляются в таверну. А Моу и Киос должны уже, наверное, задуматься о сейве оставшихся девайсов. Не зря у нас в аналитике обсуждалось то, что неприятно. Это карта команде Саймон. Зачастую так и получается. Статистика не самая лучшая именно на ней. Но в таком случае вы просто играете на результат в защите. Если у вас карта неудобная. То есть вы играете на максимум. Это действительно странно, потому что так вот у нас может все перевернуться с ног на голову. А ведь впереди трейн, на котором Крейзи огорчили команду Порзо. Да, и тогда действительно будет интересно посмотреть. Но еще до него нужно дойти. Все же Крейзи могут ошибаться. Так играет Саймон в этой ситуации. Ну, времени мало. АВИК и АК в подобном себя не видят, наверное, месте, как точка. Поэтому нужно идти на сейв. Хоть что-то вынести из этого всего. Потому что у нас даже не было близких раундов. В том-то и дело, что Крейзи закрывают еще до захода. То есть, по сути, они вроде как так же уверенно играют, как и их соперники в защите. Но при этом они не лезут на рожон. Их получается на приеме. Ну, кстати, мы можем посмотреть, нажав табуляцию, насколько уверенно брали раунды Крейзи во второй половине. Вот наведите на черепочки и посмотрите, сколько фрагов доставалось ребятам из команды Саймон Гейминг. Нет, концовочка. Вот, 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 вот. В пистолетном одного на эко забрали двоих. А дальше без потерь три раунда подряд забирают Крейзи. Вот это поворот. Это киберспорт, да. И устанавливается в итоге тактическая пауза. Тут должен быть, нагоняя тренера, в общем-то, какая-то тактика. Потому что, ну, пока это, ну, дефолтный выход на улицу, занятие нуля. И в итоге выход на рампу. То, что мы видели в исполнении команды Саймон Гейминг. А это камбэк уже и Крейзи. Такое ощущение, на самом деле, складывается, что не остановить уже команду. Вот на этой карте точно. А что будет на трене, пока страшно представить, на самом деле. При такой морали после нюка, вот, когда у вас настолько вот хорошо все получается, каждая вот позиция отрабатывается. И все механизмы настроены. Особенно после такого серьезного и сложного начала в атаке. Кадео отправляется на рампу. Будет, видимо, принимать дуэль. Или дожидаться поджима. Хм. Чем же будут удивлять Саймон Гейминг? Вот, наверное, основной вопрос, который мучает всех, кто наблюдает за этим матчем. Вроде бы, вот, как ты уже отмечал, шикарное начало. Ничего не предвещало беды. И в какой-то момент, бац, переключили ребят из Крейзи. Причем переключили на самый хардкорный режим, который, ну, просто от Саймонда и мокрого места не оставляет. Угу. Тут еще и дело в том, что нужно серию раундов брать. Особенно вот с учетом подобной экономики команды Крейзи. Очень сложно будет обрушить их соперников. Тут выход. Сайка открылся. В итоге Моу сработал. Была подсадка над смоком. Есть контакт. Пять на четыре. Дальше проход через секретку, за которую отмечает Дэмку. Мне уже страшно. Мне уже страшно. Дэмка против команды Саймон Гейминг на карте Нюк. Это, ну, сейчас будет как орешки залетать фраги. Или нет. Сергиса пока что отгоняет со своей позиции. Молотом неплохо залетает. И Киос перестреливает противника на этих ступенках. И Сергис никак не мог ему помочь. Норборд под девяткой уже. Ну, пока что все смотрится как солидный развод. Команды Саймон. Они-то выйдут на пустой аплэнд. Уже похоже на карту Инферно. Вот что-то подобное мы наблюдали. Если стреляют с одной позиции Саймон Гейминг, во вторую залетают гранаты одна за другой. И вот здесь как раз-таки наконец-то мы увидели элементы карты, которую Саймон Гейминг отжали без проблем у команды Крейзи. Итак, 12-9. Три оставшихся девайса постараются сохранить. Ребята из коллектива Крейзи. Ну, вот вопрос, стоит ли Саймон идти, я думаю, нет. Их задача стабилизировать свои деньги. Нужно на несколько раундов вперед заработать экономику. Они планируют совершить все-таки этот камбэк. Это будет, конечно, крайне сложно в атаке. Но только что показали то, что есть комбинации с тем же Моу, подсаженным потом проходом на секретный. То есть право-лево тоже сработали хорошо очень. И действительно Сергису было очень неприятно принимать эту точку. Но денег еще очень много у Крейзи. Как ты сказал, там мало теряли. Три раунда подряд у них пять игроков выживали. Выходили сухими из воды. Да, вот Моу. А дальше работа по секретке. В общем-то, немного фрагов. Главное, что эффективно. Пауза в матче. Тактическая ли? Ну, обычно у нас есть оповещение об этом, да. И вообще, на самом деле, если тактика, то аджонты – это грамотное решение. В такой ситуации, когда соперник взял свой раунд на девайсах, вот как-то нашифровать, чтобы они не смогли еще два таких показать нам, потому что это уже будет серьезная заявка на то, чтобы Крейзи оставить на этом нюке. Ну, знаешь, смущает наличие на сервере товарища с ником Сенсей. Помнишь, у него были проблемы? Смущает. Ну да, там пинг 100 может быть, но надеемся, что все хорошо. Особенно, если ты снайпер, то… Ну, там, понятное дело, что каждому неприятно с пингом 100 гонять. Особенно на квалификации к РМР. Особенно в матче за выживание. Да, да. И особенно, когда ты играешь на нюке и смог вернуться. и у тебя даже есть уже мысли в завтрашний день, а завтрашний день у нас на трейне будет разгораться. Так, а ну-ка покажите нам табуляцию. Еще разок. Нет, по пингу все хорошо. Ну, общаются ребята, слышно, что они что-то пишут в чате. Это… Все, проблемы позади. Снята пауза, и мы ждем следующий раунд. Или нет? Опять пауза. Эх. Да, ну, можно еще подождать. Все-таки важный момент. Обе команды должны в наилучших кондициях подойти к этой концовке карты Денюк. Ничего еще не решено. И Джон-то должен успокоить, если что, своих ребят, что давайте доработаем до 16-го. Пока его не увидим у себя на табло, то не успокоимся и сыграем хладнокровно. Потому что Саймон – это та команда, которая взрывоопасная. В любой момент может забрать свои раунды, провести серию и потом еще и задушить. Так, возможно, какая-то пауза нужна была именно Дэмке, потому что только он остался из тех игроков, которые не закупились. Ну, вроде бы отсчет времени пошел, Дэмка закупается, проблемы позади. И, надеюсь, таковых мы больше не увидим. Нужен момент для команды Саймон. Для того, чтобы уловить его, хватиться за возможность камбэка. Моу отправляется в ноль, будет чекать выхода через пристройку с АВП, которая взрывается. Поджигается, все горит. Моу идет на сближение. Ну и ожидает он ошибку от соперника. Пока что никто там не показал себя смоком. Закрывается у нас Дэмке, Токсик, на будке. И, в общем-то, пока что широко действовать Саймон не могут. Но, возможно, будут действия у нас активные. Самые на рампе. Тут какие тайминги Сенсей пропускает налево соперника. Замечает его. Все-таки это легчайший фраг на Моу. И дело в том, что там нет возможности для рефрага, потому что слишком далеко находился. Еще один боец Атаки. Информация от Сенсея поступила еще. Тиммейту, который в углу там стоит. И, в общем-то, на рампу путь заказан, Саймон. Они не смогут туда ворваться сейчас. Ну да, два игрока. Тем более ВП на халпе и игрок под правой стенкой. Достаточно проблематично будет выходить. Ну что, раскидка. Выход на верхний. Корявый дым. Ой-ой-ой-ой-ой. А, возможно, дым и порешал. Да, они в итоге спускаются. И Дэмкью, Токсик, они все еще ждут выхода на точку. А тут уже занимается позиция. Бомба будет устанавливаться. Причем под вилку. А туда уже перетягиваются два игрока. Сенсея спускается с Айвиком. Ну, три в пять. Это вполне рабочая ситуация. Хотя, казалось бы, после минуса СВП на рампе не было много шансов. Так, Сергис отключает кадры. У того все еще не получается выйти на свой фраг. Врывается Норберт. Забирает одного. Но Сенсей тут же с Айвиком отвечает. Нилан закрывается на планете. Он последний. Сенсей с Айвиком в итоге прошел. Там еще и по второму. Нилан закрывает одного. Так, работает по углу. Но нет, Токсик его уже не отпускает обратно. В него это будет Дэфуз 13-9. Куда они лезут? Вас меньше вы пытаетесь искать абсолютно ненужные вам эти фраги. Стойте и ждите этого убивания. Кстати, самое примечательное то, что этим Саймон и Инферно не занимались. То есть они играли четко по перекрестному огню. То есть пытались как-то вместе. Вот сейчас поджим. Ну, тоже вроде как вместе. Норберт не один там был. Но в итоге Сенсей все эти дела порешал СВП. Он действительно сегодня на нюке показывает свою силу. Будет ли поджим на улицу? Нет. Сайка отправляется в пристройку нашивать скрип. Там пока что нет ответа от Саймон Гейминг. Как Моу с авиком не показал себя. Интересно, куда Рустем пойдет. Норберта взрывают. Ой, какие неприятные две ХАЕ залетают на этот вентиль. Первый фраг. Это называют прочитано. Знаешь, по-моему, то ли интуитивные, конечно, ХАЕшечки полетели. Но слишком как-то командно и очевидно было для команды Крэйзи, что вот так и должно произойти. Выстрел от Сэя. Вот только что мог быть реальный шанс для Моу зацепиться за энтри фраг в этом раунде. Но, к сожалению, не получилось. Полетели смоки, кстати, на улицу. Эту позицию пока Саймон не будут использовать. Небольшой фейк. Ну и информация от Сайка уже поступает о том, что оппонент может находиться на секрете. Но мы-то знаем, что готовится совсем другая тактика. Дэмкью внедряется в будку. Токсик будет на себя тоже стягивать внимание соперника. Так что у Дэмкью будет много шансов, чтобы убить и одного, и второго. Кто-то будет выходить первый. Нилана замечает Токсик. Тушится смоком молотов. Теряется бомба. Все четко разыграно. По каждой позиции работает Эмка. И Калаш, и Сайка ставят точку. Но в этом моменте 14-9 Саймон ничего не предлагает в атаке. Ну что? Был, да, вот один этот раунд, проход через секретные. Это, знаешь, была такая маленькая надежда для Саймон Гейминг закончить эту серию Best of 3 со счетом 2-0 в свою пользу. Но, как показывает практика, без Трейна не разобраться. Трейн — это карта, походу на которой решится исход этого поединка. Но, опять-таки же, не будем забегать вперед. По-прежнему есть оружие у Саймон Гейминг 4К47 и... Или даже 5. А нет, один Галил. В руках Мол. Да, но мы все чаще и чаще говорим о том, что закупка — это не главное. Тут вопрос в том, какой ты идеи какие-то вкладываешь в этот раунд. Но пока идея в том, что да, куда-то просочиться, где-то сделать минус и, возможно, от этого дальше плясать. Но Крейзи к данным элементам атаки своих соперников готовы полностью. И также они уже готовы вырываться на карту Детрейн. Действительно, все близко здесь. И почему вы так уверены, наверное, потому что не было близости вообще. То есть у нас, конечно, один раунд — это круто от Саймона, но зачастую все заканчивается еще до захода на план. То есть очень много фрагов от защиты, которые действуют в связках. Быстрый выход. Нила на Икадео. Там откидка неплохая также от Оксика. Пока он слепой, пропускает соперников через вентили. Нила вообще не пошел и только сейчас будет спускаться. Немного подгорел — не проблема. Есть ли об этом информация у защиты? Вот в чем вопрос. Да, Сергейс будет стреляться. Но опять же, у тебя позиция против Калаша может быть неоптимальная. Так, зашивается киозок. Как его тут прочитали? Через смок или он там натопал? Непонятно. Бомба все же будет поставлена под смоки на точке Б. Выбивание очередное 5 на 4. Но при этом Норберт на улице все еще свинчит. Значит, демки его не отпускают. Знаешь, когда ты проигрываешь перестрелки в подобных ситуациях, то даже как-то и не обидно проигрывать. Ну что, ты сыграл как... Хуже не придумаешь. Выбивание еще не началось. Четыре игрока команды Саймон Гейминг погибает. Вот это уровень. 15 раунд забирают Крэйзи. Раздобыли абсолютно заслуженные 6 маппоинтов на своей карте. Ну и такое уже нужно дорабатывать. Работа должна быть выполнена. Подобная фраза может прозвучать. Тут все четко. Бесошибочное шествие команды Крэйзи в этой защите. И нравится, как они работают против скрипа. Они выпускают соперников. Но, в общем-то, лишнего ничего не происходит. И бомба была только что поставлена в ситуацию 4 в 5. То есть понятно, что не все у нас находились на Б сейчас. Игроки команды Саймон. Все же одного Норберта мы отметили на улице. Но и при этом даже в таком моменте Саймон пытались играть на поджиме. То есть они как-то вот вместе. Ну, возможно, это тема еще и о гранатах. Ио спускается. Забирает Сайка. Наконец-то есть первый фраг. Дальше идет против ДМК. Забирает от одного только КАДО. За плентом Токсик отмечается. Минус по одному из противников. Моу идет дальше. И все-таки остался после десенции на девятке. О нем было известно. Он произвел выстрел с этой позиции. И даже попал. Ну, а дальше выход на Норберта. И это все же будет десятка для Саймона. Не сдается так просто эта команда. Почему так поздно? Почему так поздно просыпается Саймон Гейминг? Ну, полетели уже через скалу там на пристройку. Да, это было больше похоже на момент отчаяния, который сработал. Насколько хватит Саймон Гейминг, это для меня непонятный, конечно, момент. Но хочется верить, что все-таки Крейзи дожмут. Да, тут нет пока предпосылок к тому, чтобы Саймон заберут пять раундов к ряду. И тем более на карте нюк это очень сложно сделать, если она у вас не супер заготовлена. И вы можете сушить игру Моу. Получается, убить Сенсея тут находился вне позиции на улице. Он пытался отойти за ящик и был обескуражен. Сайка тем временем принимает решение поджаться под скрипт. Но тут Норберт и Каду. Ну тут, знаешь, раунд в стиле Саймон в защите сейчас произвели команда Крейзи. Вот показали нам, как они убивали соперника обычно, которые пытались врываться через скрипи в будку. Но сейчас в этом себя почистила команда Крейзи. Мы тоже умеем видеть. Гоу поджим. Итак, Сергей Задемко против троих. Молнион и Киос. Ну, знаешь, тут еще не все решено. Посмотри на эту позицию. И этот парень намерен затащить раунд для команды Крейзи и поставить точку на нюке. Кстати, она довольно интересная была. Там ноги видны. В итоге Моу не попадает по нему. Сергей Сыче откидывает флешку. Оба игрока атаки слепые. Киоса тоже чекает, забирает. И эта точка ДМКК тоже подключается. 16-10. Команда Крейзи хочет, рвется. И у нее самое главное получается.